Ну вот, про это она еще... На прошлой неделе у нас вообще математики не было. Она там уехала, замена тоже... Замена не приехала. Говорит, там в Сан-Диего была тогда, да? Хорошо, тепло там. Видимо, она теплую погоду привезла. И чего? А, еще раз сказала про своего, что-то так просто... Короче говоря, они оба математики, в смысле. Она и ее муж. И сынишка там, что-то 5 лет, что ли? 5, по-моему, лет. Может, меньше даже. Не знаю. Ну, маленький такой еще. Пупсик. Как-то даже его приводило, там с кем-то сидел, слышно было, что-то там. Ну, играл. Так это... Короче говоря, два родителя-учителя математики. Представляете? Это интересно. Ну, конечно... Ну, хотя, я как-то рассказывала. Значит, сынишка все любит с папой. Это вот то, что... Ну, то, что он говорит. Хочу шоколадку. Папа говорит. Я хочу две. Как это? Он говорит. Я хочу три. Или нет. Точнее, папа говорит там дальше шоколадку. Он говорит. А мне две. А мне три, мне четыре и так далее. Вот так. И, в конце концов, Дейла спросила ребятел, как это? Какое самое большое число? Ну, папа ему про бесконечности рассказал. Как это? А то он рассказал ему про минус бесконечности. Про отрицательные числа. У-у-у. Дитё, боже мой. А он пять лет, она сказала. Что-то такое. Ну, так и говорю. Действительно, следующее будет учить этот, наверное. Как я его называю? Порядок бесконечности, да? Порядок, как его, как-то вот, малости. Там еще есть... Нет, честно говоря, термин уже забыл. Давно у меня математики-то не было уже. Порядки. Магнет-витц. Вот так вот. Завтра экзамен по надежности. Ну, так, ничего. Конечно, надо будет еще почитать. Наверное, нету еще совсем окончательно хорошей хватки, скажем так, на этом. Потому что когда что-то пользовать, то что действительно... Тут невероятность, тут надежность, тут то, тут все. Тут нужно беноминальное распределение, которое... Чего туда заснуть, чтобы получить 25? Там нужно от какого числа до 25? Все 25 штук? Я это не... Занимаюсь. Если да, то это не посчитаешь. Я имею в виду за экзамен. Понимаю, хоть экзамен на 100. Так будет 2 часа. Это же не единственное, что нам придется считать. Ну, вот такие дела, ладно. В четверг экзамен по линейке. Линейка математика, про которую я сейчас рассказывал. И что... Да, в четверг же тоже сдать домашний экзамен надо будет на проверку. Экзамен по управлению качеством. Ну, контроль качества, управление качеством. Call it a management. Management, менеджмент это даже, ну, про линей, скорее всего. Надо вам скинуть еще на это, на видео линей я скидывал. Я скинул татки, а еще, по-моему, я тоже скинул. Ну, нет, я в этом же твиттере скинул. Нет, про мотивацию. Интересное видео. Ну, как раз на этом про линейка, сейчас надо, думаю, и тоже показать. Ну, и скинул, потому что, если поинтересуют силы, кто же скинул. Ну, так, короче, прям. Потому что как раз вот про этом-то, в этом смысл есть. Разве... ну, ориентация на результаты. То, что при этом люди лучше работают, когда просто сказать, что делать, не нужно всякое, там, пытаться их как-то как-то мотивировать какими-то дурацкими, там, морковками. Так, морковка и осел. То, что делает морковку предослом, осел пойдет за ней на удочке. Русские вещи я покинул потом. Ну, ладно, чего-то, много болтаю. Ну, вот. На той неделе еще будет самый... Сейчас я вам сказал, самый такой непостижимый экзамен. Ну, это вот эта... инженерная экономика. Че-че, вот бизнес, всякие эти вещи, ну, как... Я-то буду ухо на готовиться, так или иначе. Понятно, что думают дальше, да соображаю окончательно с ней. Тем более-менее окончательно. Я садил, что так или иначе все систематично, и все поддается познанию. Ну, как просто как-то... Ну, нету, не совсем тот склад ума, что у меня как-то... Ну, не бизнес-ориентирован, а что же делать. Ну, ничего, тихо-тихо, может. Приучимся. Куда без этого. Ну, давайте. До потом.